добрый день друзья с вами канал куры в мегаполисе просили меня мои подписчики показать мои пушкинских курочек вот решил сегодня это сделать такие рабочие куры как вы видите голенькие кто-то любимый кто-то менее любимый у петуха сейчас про петуха тоже отдельные истории сейчас расскажу это вот вторая семья бросил им пшеницы чтобы они не кукарек или вообще хочу сказать вот друзья по поводу пшеницы и кормления здесь мне два дня два дня все некогда было снимать некогда было за комбикормом съездить вот пшеницей просто чисто пшеницей кормил кур яйценоскость упала на 30 процентов за эти два дня вот делайте выводы была одна пшеница больше ничего ну и сегодня варил им еще перепелиные яйца вот с утра давал перепелиные яйца и что интересно вообще хотел рассказать о чем вывел как вы помните я пушкин ских цыплят для марины агудовой вот и после этого собирал инкубационное яйцо отправил своему товарищу алексею кондрахину вот и что хотел сказать вот из этой семьи яйца все были неоплодные все вот сколько там их было я уже не помню сколько эти отправлял ну в общем отправлял всего 40 яиц половина от одной семьи ну чуть чуть поменьше от этих вот здесь было одно неоплодное яйцо а вот в этой семье все яйца были неоплодные это вот вчера уже мы с ним стали выяснять и оказалось все так он разбил все яйца ну и видно что желтки там были в девственном виде так сказать вот стал я думать а я сейчас собираю инкубационное яйцо есть уже заказа собирая инкубационное яйцо я думаю ничего себе как так то что с петухом вот но у меня благо был запасной петух вот этот товарищ скажу потому петуху который с ними жил он такой был болен эгоист в общем-то курт оптал но кормушку все время первый сам наедался мне кажется он даже немного поправился что ли но я как правило оставляю петухов одного крупненького одного спортивного вот этот вот спортивный атлетический он полегче этот петух у меня с курочкой царской сельской вот кто смотрел мои ролики сидел заставил ее там нестись причем она стала нести оплодные яйца то есть петух рабочий вот я его когда сюда поместил вчера вечером я его сюда принес с утра пришел понаблюдать как тут у них дела не обижают ли кур и новую петуха не стоял вот здесь вот напротив этого вольера выяснял отношения с петухом с одним из этих вот вот видите опять тоже фото не все куры стояли сзади него позади него смотрели то тут происходит интересно вот то есть он собрал вокруг себя девчонок когда я их покормил как я уже сказал перепелиные яйца я там варил он каждую девочку не каждую не всех конечно нот насколько я тут увидел он кусочек яйца возьмет девочку подзовет она ест короче он всех накормил кроме себя он вообще к еде не притронулся все девчонки поели все девчонки поели сытые довольны а петька петька мне вот по характеру очень понравился но вот сейчас его подселил сюда к девчонкам что хочу сказать я яйца которые вот собирал на инкубацию решил значит проверить от этой семьи те яйца более старшие яйца были не оплодные вот решил я посмотреть ну соответственно я их всех на пищевое яйцо опустил вот решил посмотреть на оплод вчерашние яйца от этих корд оказалось что яйца оплодные думаю ничего себе я стала не анализировать что же могло быть с петухом думаю может быть он зажирел или что почему он плохо работает вот ну и тут вот с алексеем кондрахиным мы буквально 10 минут разговаривали и пришли к такому умозаключению у него ситуация была тоже похожая с царской сельскими курочками я ему отправлял яйцо и он в тот же момент заложил от своих кур это во первых а во вторых на тот момент мы кормили птицу используя метод дрожжевание кормов больше ничего не менялось в жизни нашей птички и вот мы думаем может ли дрожжевание сказываться на половых функциях или на качестве спермы петухов я вот не знаю друзья этим вопросом не задавался вот буквально 20 минут 10 минут назад мы вернее с лёшей там об этом вот подумали то есть ничего нового не было в жизни этих кур вот и хотел у вас спросить что вы думаете по этому поводу возможно ли это или нет вот и алексей не сказал что вот смотрел какой-то ролик одной бабушки она рассказывала что дрожжевание в принципе стимулирует кур дрожжевание кормов стимулирует к насиживанию яиц может быть с петухами в этот момент тоже что-то происходит того чего нам не нужно для племенной работы вот друзья вообще курочки несут у меня вот пушкин и несут яйца сейчас как из пушки ну прям на самом деле некоторые попка грязная некоторые яйца проскакивают достаточно крупными а вообще меня вчера еще австралор по мои удивились несли такое интересное яйцо вот такое вот двойное яйцо как вы видите они вообще несут вытянутые яйца как морковки ну кое-кто и вот вчера ну явно здесь два желтка может даже и больше как-то у меня курица снесла 3 желтковое яйцо сейчас наверно взвесим вот пушка вчера снесла яйцо 97 грамм такое достаточно большое но я вам сейчас покажу наверное взвесима ну вот эти два яйца вот это пушкинская курочка снесла 97 грамм как вы видите курочки 8 февраля будет год этот острова полу годовалый снес такое яйцо в общем мои пушки бьют как из пушки в общем друзья какие можно сделать выводы но я думаю я пока не могу ничего конкретного сказать просто вот констатация факта в общем две недели назад я вывел от этих курочек цыплят далее значит яйца от них в течение двух недель получается были неоплодные потом оплот опять вернулся да ну и как раз вот в течение этих двух недель я применял в кормлении метод дрожжевания кормов что можно сказать по поводу дрожжевания я вообще впервые его использовал смотрел ролики кстати один известный дед рекомендует использовать только кормовые дрожжи для дрожжевания говоря о том что пекарские дрожжи они опасны для птицам в других источниках я наоборот нашел информацию что наиболее безопасные пекарские вот кому верить не знаю но вот факт остается фактом петька один в общем из петек моих утратил способность к плодотворению яйца я не знаю связано это как-то не связано но вот так совпало вот может быть его просто пучило в этот момент ему было не до девушек по сути что это вот происходит при дрожжевании происходит там борьба миров до положительные бактерии побеждают патогенные до происходит что предварительная ферментация ну так как дрожжи там вырабатывают ферменты происходит предварительная дрожжева это ферментация корма там расщепление углеводов и так далее так далее вот ну и как это связь сказывается на яйценоскости вот в данный момент я сказать не могу потому что я несколько медов методов использовал вот в тот момент чтобы вернуть кур яйценоскости в принципе яйценоскость восстановилась и результатом я доволен но что в конкретном случае сыграла свою роль я вот точно сказать не могу но яйценоскость у птицы вернулась а вот петька я говорю может быть ввиду своих индивидуальных особенностей каких-то не знаю вообще может быть это вообще не связано с дрожжеванием все это нужно мне будет дальше принципе изучать но вот по факту я могу сказать что он все-таки стал опять полова как полова 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 монстром то есть вот вчерашние яйца были уже вот с этим петькой оплодны вот ну сейчас посмотрим как будет работать вот этот петух но и в принципе все равно их нужно менять то одного то и другого чтобы в клетке вот они не засиживались надолго вот но этот вот петь и вообще мне и внешне нравится и в принципе по своим качеством кавалера тоже всем удачи друзья всем всего хорошего подписывайтесь на канал кур в мегаполисе оставайтесь с нами